с вами николай пивненко в проекте даты сегодня 25 ноября в мире отмечается международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин а в россии день российского военного миротворца ну а теперь у родившихся в этот день 1562 год в этот мир приходит лопе де вега полное имя феликс лопе де вега и карпио испанский драматург поэт и прозаик выдающийся представитель золотого века испании автор около двух тысяч пьес из которых 426 дошли до наших дней и около 3000 сонетов в 1810 году рождается николай пирогов русский хирург и она там естествоиспытатель и педагог создатель первого атласа топографической анатомии основоположник русской военно-полевой хирургии основатель русской школы анестезии член корреспондент санкт-петербургской академии наук в 1844 году в этот мир приходит карл фридрих бенц немецкий инженер и автомобильный промышленник создатель первого в мире автомобиля поработав на малых предприятиях cars руя мангейма и вены в 1871 году бенц и его товарищ август риттер открывают частную механическую мастерскую в мангейме где бенц занимается усовершенствованием четырехтактного двигателя внутреннего сгорания вскоре карл бенц патентует двухтактный бензиновый двигатель а также все важные узлы и системы будущего автомобиля акселератор систему зажигания работающий от батареи и свечу зажигания карбюратор сцепления коробку передач и водяной радиатор охлаждения свой первый четырехколесный автомобиль бенц создает в 1893 году он называет его виктория тот автомобиль обладал двигателем 3 лошадиных силы и развивал скорость 20 километров в час за год бенцу удалось реализовать целых 45 экземпляров автомобиля фантастика для того времени 1887 год в этот мир приходит николай вавилов российский генетик основоположник учения о биологических основах селекции и учения о центрах происхождения культурных растений собирает крупнейшую в мире коллекцию семян культурных растений и закладывает основы госсорт испытания полевых культур обосновал учения об иммунитете растений открыл закон гомологических рядов наследственной изменчивости организмов инициатор создания ряда научно-исследовательских учреждений но прискорбно другое генетики не выдержали конкуренции с идеологически выдержанным учением товарища лысенко вавилов был репрессирован и скончался в заключении 1895 год в этот мир приходит анастас микоян нарком торговли ссср председатель президиума верховного совета ссср в 1915 году рождается аугуста пиночет чилийский государственный военный деятель генерал-капитан пришел к власти в результате военного переворота 1973 года свергнувшего при поддержке правительства сша социалистическое правительство президента сальвадора альенде в 1925 году рождается нона ноябрина викторовна мордюкова советская российская актриса театра и кино народная артистка ссср включена в первую двадцатку самых выдающихся актрис двадцатого века редакционным советом британской энциклопедии кто есть кто но теперь о некоторых событиях этого дня в 1339 году закладываются дубовые стены московского кремля в 1238 году во время монголо-татарского нашествия кремль как известно был разрушен с 1264 года он стал резиденцией московских удельных князей а в конце 13 начале 14 века на территории кремля начинается возведение первых каменных храмов предшественников успенского благовещенского архангельского соборов для защиты территории кремля в ноябре 1339 года при великом князе иване колите вокруг кремля начинается возведение новых мощных стен и тех самых башен из дуба но простояли они недолго в 1365 году они пострадали от пожара и при дмитрии донском стены начали строиться уже каменные 1472 год символом российского государства становится двуглавый орел его приносит собой греческая царемна софия племянница последнего византийского императора которая стала женой ивана 3 в 1735 году отлит царь колокол памятника русского литейного искусства 18 века высота с перемычкой 6 метров 24 сантиметра диаметр 6 метров 60 сантиметров масса 202 тонны по назначению никогда не использовался установлен в московском кремле возле колокольни иван великий в 1730 году императрица анна иоанновна приказала перелить разбитый колокол григорьева с добавлением металла и довести вес колокола до 10 тысяч пудов после всех согласований колокол отлит русскими мастерами моторинами а кусок весом около 11 с половиной тонн откололся 29 мая 1737 года во время троицкого пожара в москве 1741 год в ночь с 24 на 25 ноября дочь петра первого елизавета при участии братьев петра александра шуваловых михаила воронцова и трехсот гвардейцев преображенского полка совершает бескромный переворот взяты под стражу анна леопольдовна муж ее генералиссимус антон ульрих арестованы и высланы в сибирь канцлер остерман фельдмаршал миних видные царедворцы братья левен вольда в 1795 году в гродно отрекся от престола последний польский король станислав второй понятовский при нем в польше появилась первая целостная программа государственной политической хозяйственно-экономической культурной реформ однако спасти польскую государственность было уже не в его силах после третьего раздела страны между россией австрии и пруссией в 1795 году ликвидировавшего польскую государственность король вынужден был снять себя монаршей обязанности и умер в почетной ссылке в россии в 1964 году в ссср впервые в продаже появились женские шубы из искусственного меха они были востребованными у модниц ссср причем гораздо больше нежели аналогичные изделия из натурального меха однако мода в стране на искусственный мех также быстро закончилась как и началась но оставила значительный след в истории и самое последнее 1992 год на экраны сша выходит фильм телохранитель с уитни хьюстон и кевином костнером главных ролях сценарий фильма запускали в производство дважды в семидесятых первоначально главные роли должны были сыграть стив макуин и даяна росс когда начинаются работы над фильмом студия решает что лента получается слишком спорны и проект отменяют через несколько лет его попытались запустить опять же с даянный роз и уже райанном о нилом за несколько дней до начала съемок фильм отменили из-за того что он нил и роз постоянно ругались и не могли поделить экранное время на тот момент они встречались ну так бывает прежде чем главная женская роль отошла уитни хьюстон создатели фильма пересмотрели десятки американских певиц наибольшие шансы сыграть фильме имели также мадонна и джанет джексон однако первый забраковал кевин костнер по слухам из-за шутки в его сторону в короткометражке мадонны правда или вызов а у второй были проблемы с актерским потенциалом в итоге кевин костнер настоял на уитни хьюстон ну и главное та самая песня была идея кевина костнера а позаимствовали ее у доли партон американской кантри певицы с вами был николай пивненко в проекте дата